Недостаток микроэлементов Термин «биологически активная добавка» БАД появился в 1934 году. Первый подобный препарат был изготовлен Карлом Рейнборном. В Европе и Америке БАДы активно применяют в 70-х годах прошлого столетия. В России этот нетрадиционный метод лечения используют чуть более 10 лет. Честно говоря, практически здорового сейчас, если я как врач-педиатр, здорового детей, практически мизерное количество рождается. И применяя эти добавки, мы ликвидируем практически рост тех заболеваний, которые возможны, которые практически могут развиться. Спектр применения добавок невероятно широк. Их используют в пульмонологии и кардиологии. С их помощью можно предотвратить развитие злокачественных опухолей и свести к минимуму зашлакованность организма. Особенно это важно для детской медицины. В России порядка половины первоклассников страдают от переутомления. И не по причине высоких нагрузок, а от недостатка необходимых микроэлементов в растущих организмах. Количество школьников с дефицитом витаминов С, А, Е, В2 и железа ежегодно увеличивается на 3%. Если будет продолжаться всё такими же темпами, и мы не сделаем какого-то очень ключевого решения, то за ближайшие годы мы ещё потеряем 7 лет продолжительности жизни. Большинство врачей страны недоверчиво относятся к биодобавкам и редко прописывают их своим пациентам. Это происходит потому, что на рынке медикаментов существует множество подделок, которые в лучшем случае не навредят. Пользоваться можно лишь теми препаратами, которые внесены в реестр лекарственных средств. Мы, доктора, мы должны быть, как сказать, новаторами, да? И если есть что-то новое в мире, в медицине, то мы должны дать эти знания людям. Зарубежный опыт показывает. У 90% больных, страдающих хроническими заболеваниями, после начала приёма БАДов проходит обострение и наблюдается устойчивая ремиссия. Главное, чтобы биодобавку порекомендовал специалист-диетолог. Антон Филинов, Денис Цицеронов, Вести Владимир. Аллергия, боли в животе, потери веса. У пятилетней Лилии тяжёлое заболевание желудка. Нужна специальная диета. Вовремя ещё обратились в связи с тем, что у меня другой ребёнок. Болен более тяжёлой формой. Вот, и там определили, что у нас, как бы, у обоих детей вот такое заболевание есть. У девочки крошатся зубы, как мел. Врачи объяснили, это острый дефицит витаминов. Тревожный диагноз, который всё чаще ставят петербургским детям. Недавно в школах провели исследование. И вот результат. Дефицит витамина С у 56% учеников. Ещё хуже с витамином В1. Тиамина не хватает 66% школьников. А вот риба флавина, это витамин В2, недополучает 32% детей. Фактически диагноз полигиповитаминоз, острая нехватка витаминов, у каждого третьего ребёнка. Не спасают даже специальные препараты в больших дозах. У детей ломаются зубы, выпадают волосы, трескаются ногти. Но это внешнее проявление гораздо страшнее, что происходит внутри. Уровень гемоглобина падает, пищеварение нарушается, кости слабеют и от этого деформируются. Мы, то есть Санкт-Петербург, наши дети являются лидерами, к сожалению, в плохом смысле, лидерами по распространённости болезней, костно-мышечной системы среди различных возрастных групп. То есть здесь мы лидируем очень существенно. То есть в полтора-два раза выше заболеваемости. Таких показателей, как в Петербурге, нет ни в одном другом городе. Причины – климат слишком сырой, Невская вода без минералов, солнца – его почти нет. А ещё экология – всё это подрывает детский иммунитет. Восстановить его непросто. Как минимум, нужно правильно питаться. Диетологи, всерьёз опасаясь за здоровье петербургцев, прямо в магазине рассказали, что нужно покупать, а что нет. Вот несколько важных советов. Хлеб – только с отрубями, много зерновой. Батоны и выпечку исключаем. Там нет витаминов, только опасные калории. Очень полезны злаки – рис и гречка. А вот пшено и манную крупу вычёркиваем из рациона. Низкая биологическая ценность. И обязательно овощи – морковь, брюква, репа и особенно свёкла. Там много волокон. Пищевые волокна – это непереваримые части нашего рациона. Они не перевариваются. Но они нужны для того, чтобы правильно, хорошо работал кишечник, для моторики кишечника. И они совершенно необходимы для функционирования микробиоты. То есть кишечных микроорганизмов полезных, которые синтезируют витамины, прежде всего группы В. А вот помидоры и огурцы исключаем. Там почти нет витаминов. Не сезон, да и везут овощи, как правило, издалека. У диетологов с импортом вообще сложные отношения. После этой статистики сравнили качество американской говядины и курятины за последние 40 лет. Кальция в мясе стала меньше на 20%. Железо – на 35%. Витамин В1 исчез на 50%. Витамин А – на 100%. Подобные показатели и по курятине. Почти на 17% стало меньше кальция. На 70% – витамина А. И на 30% – витамина В1. Впрочем, и к нашему мясу есть претензии. Но не по витаминам, а по срокам и условиям хранения. Неоднократно замороженный продукт теряет полезные витамины. Лучше покупать свежее мясо. И не забывать о рыбе. Там много полинасыщенных жирных кислот. Они отвечают за интеллект, за молодость организма и защиту от онкологических заболеваний. Обязательно в рационе молочные продукты, но не жирные. А вот масло и сладости лучше и вовсе исключить. Диетологи помогли нам составить рацион правильного питания на один день. На завтрак каша из овсяных хлопьев, на молоке не больше 1%. Запивать все это соком прямого отжима. Он самый полезный. На обед бульон из куриной грудки и рыба, например, с рисом. А вот на ужин хорошо есть салат из свежих овощей, фрукты и йогурты. Но даже если правильно питаться, предупреждают диетологи, это все равно не спасет петербургцев от полигиповитаминоза. Нужны витамины, причем пить их нужно не весной и осенью, как советовали раньше, а круглый год. Детям и взрослым. Екатерина Милиниченко, Сергей Белык и Сергей Ларичев. Вести. Петербург. Субтитры создавал DimaTorzok